Температура почвы вставляется, но приближается к отметке около 6 градусов тепла. Для зерновых, мировых, ранних, допустима такая температура. Земля должна быть теплой и влажной, чтобы зерновые хорошо взошли. А потому первыми в поле тон задают не техника, а градусники. Весной погода обманчива, днем может быть крепкий плюс, а ночью заморозки. Поэтому действовать нужно аккуратно. Сташ, как у специалиста, у Николая Кондрусева без малого 40 лет. Он, как никто, знает, сколько стоит не соблюсти технологию. Дальше пойдет у нас сахарная свекла, то желательно, чтобы температурный режим был 8-10 градусов. Еще несколько дней в Беловежском, самые южные земли страны, севраних яровых, завершат уже. В земле лежат ячмень, зернебобовые, дальше свекла и кукуруза. Больше 80% есть. На прошлом посевную были сроки более сжатые, надо было делать все в короткое время. А сейчас время позволяет, мы успеваем все равномерно посеять семена. Также они равномерно будут сходить и равномерно дозревать. Предприятие Беловежский можно смело назвать гигантом не только областного, но и республиканского масштаба. Больше 20 тысяч гектаров посевных площадей и 16 ферм все нужно прокормить. Сколько заработаешь? Ситуация в твоих руках. Такая политика предприятия и дисциплину, конечно, требуют, но и поощряют щедро. Премиальные все после того, как будут появиться всходы. Если отлично, получается, 100% премию хорошо, 50% и вот какой бы это поле не было. Будет хороший урожай, значит, собираться больше зерна. И, естественно, зарплата поднимется, будет намного больше. А сколько зарплата может быть? Ну, у нас механизаторы в среднем, если взять по году, хорошие передовые механизаторы, уже по среднемешней республике давно перешагнули, больше тысячи получают. Оценив прошлогодние риски, неурожайный год, в нынешнем всерьез возьмутся за кормовые культуры, чтобы не пришлось докупать втридорога. Поэтому собрать более 60 центнеров с гектара здесь не предел мечтаний, а норма. Каждый клочок земли использовать, что-то разрабатывать, где-то торфяники, где-то болотистые места. Сами стараемся все делать, чтобы каждый клочок использовать, если не на какие-то пропашные культуры зерновые, на травы. Где-то менее продуктивную траву распахивать, все те же продуктивные, тоже люцерну. К слову, на многолетние травы в хозяйстве сделали упор. Богатые белком люцерна – сытный корм для буренок. Дают до четырех урожаев в год. Вот откуда молочные реки. На современной ферме они как на подиуме. Одна краша другой. Забережный уход платят с торицей. Надоят самые весомые в районе. Но об этом говорят пока рано. Для начала нужно вырастить то, что уже посеяли сегодня. Ирина Никитина, Юрий Титов. Наши новости. Брестская область.